В пятницу 12 февраля при посредничестве командующего российскими миротворцами генерала Рустама Мурадова состоялась встреча официального представителя Баку в Нагорном Карабахе с лидером сепаратистов Араиком Арутюняном. Об этом сообщила пресс-секретарь Арутюняна, не указав имя официального представителя Баку, а также конкретное место встречи. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с возвращением пленных, поиском пропавших без вести лиц и другие гуманитарные вопросы. Обсуждались также вопросы, связанные с судьбой граждан Азербайджана, пропавших без вести, во время войны 90-х годов, сообщила армянская сторона. Армянские СМИ данную встречу представили привычной им манере, как встречу представителя Баку с президентом вымышленного НКР. Однако, как удалось выяснить с сайту Мусаваткому независимых источников, встреча состоялась по требованию азербайджанской стороны, и у Араика Арутюняна были взяты показания по факту преступления. Речь идет о выяснении судьбы пропавших без вести в результате Нагорно-Карабахского конфликта 4000 азербайджанцев. Большинство из них было взято армянами в плен или в заложники в ходе боевых действий. Баку, согласно тому же источнику, выдвинул условия. Азербайджанская сторона выразила готовность вернуть армянских диверсантов. Согласно официальным данным, их насчитывается 62 человека, по неофициальным 140, попавших в плен после подписания трехстороннего заявления по Карабаху от 9 ноября в обмен на информацию о судьбе пропавших без вести наших соотечественников во время Первой Карабахской войны. Армянская сторона приняла это условие, и в рамках следственных мер, проводимых азербайджанскими спецслужбами, состоялась беседа с Араиком Арутюняном, в ходе которой он ответил на интересующие азербайджанскую сторону вопросы. Напомним, что в октябре 2020 года в отношении президента так называемого НКР было возбуждено уголовное дело, а Арутюняна, который нарушил требования Женевской конвенции, умышленно убивая мирных жителей, обвиняют по 15 статьям Уголовного кодекса Азербайджана, в том числе о планировании подготовки, начале или введении агрессивной войны, умышленном убийстве, терроризме и создании преступного сообщества.